Сегодня мы имеем по милости Господа вот еще одно собрание, и так как оно уже вот так складывается, еще у нас осталось завершение, осмотр такого беглого, я бы сказал бы, обзора второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Итак, давайте мы с вами вернемся, наверное, сверх перетушите, чтобы лучше была видна схема. Повторять уже сегодня вечером я не буду, дневное то, что мы говорили, буду прямо сразу продолжать дальше. Итак, мы с вами остановились на следующем, что на середине вот как раз великой скорби, в то время как прозвучит труба последнего седьмого ангела, произойдет восхищение Церкви. Оно будет также связано с тем, что два Божьих свидетеля, которые прямо буквально накануне, три дня перед этим, были убиты от вышедшим из бездны Антихристом, то есть, ну это Сатана, который вышел и вселился в какого-то из живущего людей, на тот момент из живущих людей, естественно, что служащих Сатане людей, Сатана вселится. И вот он убьет этих двух Божьих свидетелей, и они тоже воскреснут, будут вознесены Господу на небеса. Это вот событие, оно совпадает практически по времени. Восхищение Церкви. И мы говорили о том, что сразу после восхищения Церковь Господа Иисуса Христа сначала попадает на судилище Христово, где каждый верующий будет Господом оценен, взвешен, просвечен, оценен по всем параметрам самим Господом. И после судилища Христово, когда будет подведен итог верующей жизни каждого верующего человека, тогда начинается брачный пир, это радость, торжество, праздник вместе с Иисусом Христом. Наверное, Иисус Христос тогда нам снова послужит, только всем вместе спасенным преподаст в вечерю. Мы будем пить новое вино в Царстве уже Божьем, как Он обещал ученикам своим. И после этого наступает, после пира, торжественного мероприятия, наступает вступление в наследство. Наследство новым небом и новой землей. И в соответствии с результатами, которые были на судилище Христовом, каждый получит в управлении 5-10 городов, и это говорит о том, что каждый что-то свое получит. Ну и как мы уже обращали внимание, что будут, к сожалению, такие верующие, что они ничего не получат, потому что все сгорит. Ну а слава Богу, что они сами спасутся и наступят тоже в вечную жизнь. И вот верующие люди, между ними Бог Отец поделит это новое небо и новую землю, и они уже будут знакомиться со всем тем, что им дал Господь Бог, чтобы этим распоряжаться во веки веков. Это происходит уже, как мы говорим, на небесах, это там, где новое небо и новая земля. Что же в этот момент продолжается тут на земле? Потому что земля еще продолжает, пока свое существование. Здесь еще следующие 3,5 года. И мы говорили, что в это время будет царствовать Антихрист. Откровение нам говорит, что в это время с Антихриста будет еще уже пророк, как такой его помощник или какой-то такой политработник, который будет много говорить, много делать такую пропаганду в пользу Антихриста, призывать всех людей ему поклониться. Говорится о каком-то изображении, которое будет сделано в это время, изображении, и которому должны будут поклоняться люди на земле. И кто не поклонится изображению Антихриста, тот будет убит. Написано, так сделает уже пророк. Это, наверное, оно тоже идет подражание двум Божьим свидетелям. Только там в другом смысле, те, кто покушался на двух Божьих свидетелей, те были убиты. А здесь, кто не поклонится Антихристу, будет убит. И вот в это время, пока будет царствовать Антихрист на земле 3,5 года, Господь начнет поражать живущих на земле семью язвами, которые будут изливаться в результате того, что Господь проливать будет семь чаш гнева Божия. Семь чаш. Я подробно не останавливаюсь на семи чашах. Вы можете об этом прочитать сами в книге Откровения. Вот. И мы с вами о чем еще больше обратим внимание. Первое, что хочу обратить внимание, что в это время уже на земле совершенно нет Святого Духа. Если здесь Он взялся от среды, но оставался в мудрых, которые оставались на земле все же еще, то здесь, когда мудрые восхищены, на земле уже вообще не осталось Духа Святого, который сошел на землю в день Пятидесятницы. И здесь, конечно, будет очень страшна духовная ситуация на земле. Духовная страшная, страшная она будет и в плане морально-нравственном. Потому что грехи здесь будут царствовать вовсю. Всякий грех будет махрово, расцветать, просто буянить во всем человеческой жизни. Здесь в это время жизнь людей приблизится к этой оценке, как это было перед потопом. Что всякая плоть извратила путь свой на земле. Господь Бог говорил во время перед тем, как истребил первый мир водами потопа. И помышления сердца человеческие были злыми перед Богом во всякое время. Представляете, каждую секунду ни один человек по-доброму ни одну секунду не выискал. Вот такое было духовное состояние. Так оно будет в это время. Все помышления, все действия, они все будут Бога противны. Это ужасная будет атмосфера для всех живущих людей на земле. Неразумные девы, которые не имели масла, они не берутся в вознесение. Они остаются. И когда вот в этот момент происходит вознесение церкви, они в этот момент, видя это, видя, что это вознесение проходит мимо них, то есть они не возносятся, а их братья и сестры возносятся. И вот в этот момент как раз и исполнятся слова Христа, которые Он говорил, что двое будут при жерновах вместе, один берется, другой оставляется. Двое будут вместе в одной постели, и один берется, другой оставляется. Двое будут в церкви вместе в одной, один берется, другой оставляется. И Господь здесь не кого-то будет из нас спрашивать, кого взять, кого не взять. Он сам будет это судить. И судить под состоянием, кто мудрый, кто неразумный. И неразумные, конечно, которые уже и перед этим отчаянно искали, как можно исправить состояние, и никак не могли. Вот в этот момент они увидят восхищение своих братьев, сестер, которые оказались готовыми и мудрыми. Ох, как они возобьют! Это и будет то, о чем написано в 25 главе Матфея. Что, отвори нам! И мы тоже! Христос говорит об этом, помните, на горной проповеди. Они скажут, Господи, Господи, так ты же и на наших улицах. Мы же тоже были в этих церквях, в этих собраниях. Так чего ты нас не возьмешь? Мы тоже участвовали в этих служениях, и через нас являлась твоя благодать. Но Господь скажет слова вот в этот момент. Он скажет им слова. Не знаю вас. Откуда вы? Не знаю вас. Это означает не то, что Бог не знает человека. Ну нет. Конечно, Он знает, и перед Ним каждый человек, как открытая книга. Бог знает все дела человека, все слова человека. Бог знает все мысли человека, все побуждения сердца знает Бог. Но здесь Он имеет в виду, не знаю вас, что Я не жил Духом Святым в вашем сердце. Знаете, когда Дух Божий, Дух Святой живет в нашем сердце, то тогда, живя в нашем сердце, пребывая Духом Святым, Он нас познает. Как написано, познал Господь Своим. И, друзья мои, когда Он нас живет, Он тогда нас познает, живя в нас. Он познает всю нашу сущность. Он познает наши слабости. Он познает и наши проблемы. Но Он познает нас вообще со всех сторон. И все наши переживания, все наши мечты, все наши желания, нашего сердца, устремления, Он нас познает изнутри, живя в нас Духом Своим Святым. А если в ком Он не жил, то Он говорит, я тебя не познал. Ты для меня чужой, поэтому я тебя с собой не беру свое вот время, вот этого вот второго, во время вознесения Церкви. И неразумные остаются, слышат эти слова. Я думаю, что это не будут слова, сказанные с неба громко, отойдите, не знаю вас. А это будет то, что прозвучит в Духе. Это то, что прозвучит в сердце. В ответ на их отчаянные пожелания вознестись вместе с мудрыми. И они остаются на второе, вторых три с половиной года на время правления Антихриста. И с одной стороны, конечно, здесь очень печально. И как бы можно было бы сказать, ну все, конец, поставлен крест. Для них пропало все и нет никакой надежды. Вы знаете, когда мы дальше читаем откровения, когда мы читаем внимательно дальше, что происходит дальше с этими мудрыми девами, оставшимся на время правления Антихриста, то вдруг обнаружено удивительное. Господь, оставивший их и не взявший вместе с мудрыми, Он все равно обращается к ним лицом. И Он дает им шанс для спасения. Только этот шанс теперь заключается для них всех без исключения в одном. Они должны будут не принять начертания, которые Антихрист будет ложить каждому из живущих людей на земле на правую руку или на лоб. И если они, невзирая даже на все мучения, и даже на то, что каждому не принявшему начертания должно будет перенести мученичество, если они на это пойдут, то они будут спасены для личной жизни. «О, какой милующий Господь! Как часто мы поступаем по-другому! Мы выбираем лучшее, самое хорошее, как сегодня передо мной брат проповедовал, самое то, что по-моему, это все так, а остальное можно списать. Оно же не соответствует». А у Господа не так. У Господа принцип для спасения не исключающий, а по-максимуму включающий. И как написано в Ветхом Завете, еще написано о Божьей благодати. Господь Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Вот это мысль Господа, вот это желание Его сердца, вот это Его чувство, вот это черта Его, главная черта, Его характера, как не отвергнуть и отверженного. И поэтому, даже не взявши их вместе с Церковью, Он им дает второй шанс. Для спасения, чтобы не попали в место мучений. Конечно, для того, чтобы там пойти на все эти мучения, а это будет непростая ситуация. И, конечно, здесь нужно будет пережить, ох, какие большие трудности. Ну, сравнимые с теми, как сейчас переживают где-то в каких-то странах, те, которые тоже переживают мученичество за веру. Но тогда каждый из них должен пойти на то, чтобы стать мучеником за веру. Просто другого варианта не будет. Раз ты не воспользовался временем благодати, когда не каждому нужно было всем пожертвовать, когда не каждому нужно было стать мучеником, ты этим временем благодати не воспользовался, теперь, теперь только так ты должен отдать по максимуму всю свою жизнь ради своего спасения вечного. И вот эти неразумные, конечно, у них будет мотивация хорошая, потому что они-то уже на их глазах мудрые были взяты, на их глазах произошло разделение, на их глазах воцарился антихрист, поэтому для них, для этих оставшихся неразумных, мотивация будет сильная, чтобы здесь уже не торговаться и идти на мучения. Но я не обнаружил в Слове Божьем, пока не обнаружил, не имею откровения, или все из них пойдут на мучения, из этих оставшихся неразумных, или же все же кто-то из них не вытерпит такой большой мучений, и все же отступят и примут начертания ради того, чтобы жизнь была сохранена. Я этого сказать не могу, откровения не имею. Но знаю, что многие из них, они пойдут на мучения. И в конце концов, написано, антихрист, к концу своего правления, к концу трех с половиной лет, он всех не принявших начертания казнит, не останется ни одного. Вот это будет такое время. Еще чем это время характеризуется, на что хочу обратить внимание. Разделение на мудрых неразумных, вот здесь в самом начале, происходит. Оно не происходит по конфессиональному признаку. Оно не происходит по динаминационному признаку. Совершенно не значит, что все баптисты будут мудрые. Или все пятидесятники будут мудрые. А все православные католики, они будут не мудрые. Ни в коем случае. Практически в каждой церкви на земле будут мудрые и неразумные. И у баптистов будут мудрые и неразумные. И у католиков будут мудрые и неразумные. И у пятидесятников будут мудрые и неразумные. Конфессия не является гарантией. Гарантией является это только личное принятие спасения, когда Иисус Духом Святым вошел в сердце человека. И написано, Господь знает Своих. Мы с вами не можем знать всех детей Божьих на всей земле, потому что мы не видим сердца человека. А обращения людей к Богу бывают очень разные. Мы как-то часто судим, вот как я покаялся, как вот Бог меня коснулся, так вот все должны пережить. А если другой не пережил такое покаяние, как я, ну он, наверное, вообще не покаялся. Но на самом деле у Господа есть разные пути. И по-разному Дух Святой касается. И кого-то в сильных эмоциях, что так происходит с человеком, что всего его Бог так пройдет, так его всего перетрясет, такое он переживет. А другой человек в таком тихом веянии ветра. Господь Духом Святым посетит. И как-то оно так очень тихонечко, нежно, ласково, но очень сильно и могущественно произойдет посещение Божье. И это только два варианта в спорту. А вариантов десятки таких основных есть. А вообще обращение Господу каждого человека, оно вообще, если разобраться до конца, то оно очень индивидуально. Господь каждого находит по-своему. Ибо Он индивидуально сотворил каждого из нас. Так вот, разделение Церкви происходит по наличию Святого Духа и по этому моменту одному, возрожденный человек или нет. Вообще я думаю, вернусь немножко, раз мы этой темой коснулись, что вот когда мудрые, произойдет разделение Церкви на мудрых и неразумных, и мудрые из баптистов, пейсяртников, православных, католиков, они поймут, что они все мудрые. И вот они, слава Богу, мы мудрые, мы в числе мудрых. Господь вот-вот скоро за нами придет и заберет нас. В этот момент Церковь объединится на земле. Вот в эти первые три с половиной года. И как написано в послании Ефесянам, 4 главе, «Доколе все придут в единство веры и познание Господа Иисуса Христа». Но до вот этого времени Второго Пришествия не произойдет объединение всех верующих, всех мудрых в одну Церковь. Ну, потому что слишком мы, люди, много помешали своего человеческого. Поэтому мы и не сможем примирить на сегодняшний день разные взгляды, понятия, мы не знаем, как это сделать. А те, которые и делают руками человеческими объединение Церкви, то это получается такая пародия на Божьи объединения. Это такой человеческий экуменизм, который ничего хорошего не несет. Но, друзья мои, в это время Господь Сам объединит Церковь. И тогда все мудрые, они найдут общий язык. И Церковь уже вместе, как одна невеста, встретит Иисуса Христа. Встретит вот тот момент, когда Он позовет нас на небеса. Ну, а неразумные оставшись, неразумные оставшись, они, когда останутся на земле, они тоже будут из разных церквей, из разных деноминаций. То есть, получается, что мудрых из каждой деноминации Господь возьмет, но неразумные в каждой деноминации останутся. И получается, что все же Церковь частично осталась на земле. И вот эта Церковь, которую представляют неразумные, она у Господа здесь называется блудницей. То есть, Церковь, которая не была верна Господу. А как же получаются неразумные? Неразумные как раз и получаются в результате личной неверности Господу, потому что блудят с разными идолами. Кто-то блудит с богатством, кто-то блудит с карьерой земной, кто-то блудит со славой земной человеческой, кто-то блудит с удовольствиями, кто-то вообще с грехами разными блудит. И это блудница духовная. И вот эти все неразумные, они фактически являются, с точки зрения Божьей, они являются представителями той части Церкви, которая сблудила перед Господом, было неверно Ему. И вот, когда мы читаем Откровение, то Антихрист на эту Церковь ополчится, и он эту блудницу разорвет, разорвет на части. То есть он ее уничтожит. Ну, фактически так и произойдет. Все эти неразумные, почему они стали неразумными? Потому что они дорожили этим земным. Для них это все временное было важное. Поэтому они до конца сердца свою Господу не отдали. Поэтому они Духа Святого не слушались. И вот, когда придет это время, придет это время, Сатана, он вообще с Церковью покончит на земле. Антихрист. И вот каждому из этих неразумных будет еще Господом дан шанс. То есть, с одной стороны, Сатана им Антихрист не дает по-человечески шанса, потому что всех их убивает. Но с другой стороны, это же самое явление. Когда тебя убивает Антихрист, если ты в этот момент неразумный, оказываешься верным, и все равно не принимаешь начертания, жизнь я плохо прожил, Господу был неверный, блудил духовно и так дальше. Но в этот последний момент, хочу быть верным до конца, пойду на смерть. И Господь говорит, и вот это твой последний шанс. Когда Антихрист с тобой будет расправляться, если этот момент, ты окажешься верным до конца, то это момент для того, чтобы ты обрел спасение. Антихрист покончит с такой Церковью на земле, но та Церковь, которая будет представлена неразумными девами, он вообще ее истребит на земле. И Церкви уже не будет, потому что он физически истребит ее. Но этим же неразумным будет предоставлена возможность спасения, благодаря тому, что они пойдут на мученичество. Итак, вот мы подходим с вами к самому концу Великой Скорби. И вот здесь, в конце Великой Скорби, как я уже напоминал, произойдет два основных события. Это шестая чаша и седьмая чаша. Шестая чаша, это, там написано, выйдут эти духи, обольстители, подобные жабам, они будут обольщать всех жителей земли, и они будут действовать по наущению сатаны и антихриста собирать народы на брань против Израиля, на войну против Израиля. Потому что Израиль к этому моменту, я думаю, это в момент излияния четвертой чаши, именно в этот момент произойдет прозрение Израиля. Почему? Потому что в этот момент и зальется проклятие на царство Антихриста. Знаете, пока у Антихриста получалось, то еще евреи там, да-да, это наш Мессия, это тот, который за нас заступился, и так дальше, это наш сверхчеловек. А когда у него будет сплошное проклятие от Бога на его царстве, то они тогда прозрели, тогда уже хочешь не хочешь, а должен будешь признать очевидное. И тогда вот, когда евреи прозреют и начнут сомневаться в его мессианстве, в том, что они сделали ошибку, начнут признавать, они еще Христа не признают, но они уже начнут понимать, что Антихрист это не тот Мессия, не сделали они неправильный выбор, то тогда он как раз и... это при пятой чаши произойдет. И при шестой он собирает всех на войну против Израиля. И вот когда он соберет... С одной стороны, знаете, Антихрист будет творить свое, и ему кажется, что он добивается своей цели. Я собираю все народы на войну против народа Божия, против народа Израиля. Все, мы будем побеждать, мы будем их истреблять. Но дело в том, что сатана много что думает себе. А на самом деле, Господь сатану полностью контролирует. До самой последней секунды времени, до любого малейшего движения, мальчик без мизинчиков минуть, Бог его контролирует. И сатана не может ничего сделать без того, что ему Бог позволит. И Бог просто сатану использует, знаете, как такого чернорабочего. Ну, извините за такое прямое, грубо сравнение. Которого надо туалеты чистить, которому надо убирать вот это вот все самое вонючее и плохое, вот это вот все надо убирать. Вот Бог его использует для этого. И вот когда надо наказывать грешников, отступников, всех этих, которые мерзостью занимаются, то у Бога как раз есть сатана. Чтобы все те, которые ему подчиняются, чтобы вот над ними вот и совершать. Божьи суды. Бог просто в какой-то мере развязывает сатану, дает ему право, а его только спустят, как злая собака, которая погрызет любого, даже которого и своего он погрызет, потому что он вообще всех людей ненавидит. Даже служащих ему сатана ненавидит. Поэтому если Бог спустит поводок, то он сразу начнет рвать всех. И вот Господь в какой-то мере спускает этот поводок для того, чтобы совершить определенные Господом суды. И вот здесь Господь спустит этот поводок, и сатана будет через Антихриста вершить суды над народом Божьим Израильским. Почему? Потому что Богу перед тем, как начать царствовать через свой народ тысячу лет на земле, то перед этим надо свой народ к этому подготовить и в первую очередь очистить от всех тех, которые не служат Богу, которых сердце не открыто к Богу, которые служат идолам всяким своим, которые испорчены внутренне. Сегодня евреи стоят впереди всех, и они и в науке впереди, но они и в оккультизме впереди, и всяких грехах впереди, и везде ты видишь и впереди евреев. И вот всех тех, которые не впереди, в ненужном направлении, Бог вот всех этих, от всех этих очистит народ израильский. И это рукою Антихриста, его войсками. И уже мы говорили о том, что это очищение дойдет до Иерусалима, до земли Израиля, и уже начнется там на территории самого Израиля, эта очистка от Господа. Не бойтесь, ни один человек из евреев, который праведный, истинно благочестивый, он не пострадает. Господь своими ангелами Он защитит каждого, из тех, кто истинно верный Ему. Но всяких, которые внутренне запачканы, которые перед Господом в ненужном состоянии, то не помогут ни пересы, ни ортодексальный вид, ни черная одежда допят, ничего не поможет. Господь видит сердце, его совсем внешность не впечатляет. И поэтому Господь всех вот этих внутренне испорченный, Он истребит, и от них очистит свой народ. И после этого Он, Антихриста, поражает, поражает все Его войско, и войско, все буквально падет мертвыми трупами там, на территории Израиля. Пророк Иезекииль, об этом очень пишет, много Господь через него говорит, что евреи будут хоронить, 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 и без конца хоронить, и закапывать. На семь лет работы хватит. В этот же момент, Христос, явившись, защищая Израиль, Он после этого свят сразу Антихриста и Лжепророка сразу отправляет в Озеро Огненное. Здесь другая схема, без четвертой части. Может быть, вы включите схему с четвертой части, там другой рисунок. Он сразу отправляет в Озеро Огненное. Антихриста и Лжепророка. Озеро Огненное это место вечного мучения. Вот здесь мы тоже верующие часто путаем две части. Два места мучения. Есть ад и есть Озеро Огненное. Ад, где страдают в аду люди, то в аду люди страдают. В настоящее время грешники, которые умирают, они идут в ад. Но в ад идут души человеческие, души грешников. Тело каждого грешника, оно хоронится как-то на земле. А душа без тела идет в ад и там претерпевает свои мучения. Но все души в аду ждут воскресения и все души из ада, все души грешников будут воскрешены Господом в день второго воскресения. Полную схему, потому что не смогу пока... Да, вот будет день второго воскресения, самый конец истории. И вот здесь все души из ада, из... Написано там, мы читаем 20 глава Откровения в конце, воскреснут из ада, воскреснут от смерти и воскреснут из моря. Море, ад и смерть это три разные места пребывания грешников. Душ грешных людей. Я не знаю, что это такое, я только понимаю, что это три разных места, и что сегодня души грешников пребывают в этих трех различных местах, которые называются ад, это там, где конкретные мучения, смерть, но она больше выглядит, как черная, мрачная бездна, и какое-то некоторое море, это не море обычное, и не тихий океан, а это, а это какое-то место, где пребывают души человеческие. И вот из этих трех мест воскреснут души в это второе воскресенье. И получается, что ад это временное место в учении, и оно только для душ человеческих. Но когда души человеческие воскреснут, вернутся в свои тела, в том числе и из ада, они все явятся пред судом, пред великим белым престолом, и будут судиться, находясь в своих вечных телах. И вот кто будет осужден пред судом на великим белым престолом, он будет брошен в озеро огненное, уже в теле, в новом вечном теле. И вот здесь уже озеро огненное, вот это место вечного мучения. И здесь люди будут мучаться и в телах, и в душах своих. Вот здесь вот часто происходит вот это смешение понятий. Мы не понимаем, что такое ад и что такое озеро огненное. К чему оно относится и для нас оно бывает как-то скомканно в одно. На самом деле это вот таких два места. Арт это временное место. Озеро огненное это место вечного мучения. Итак, антихрист и лжепророк и вот этих два человека, в которых будет пребывать садана и дух дьявольский, они будут с момента битвы Армагеддон, перед началом тысячелетнего царства, они будут сразу брошены вместо вечного мучения. Фактически они первыми попадут туда. Антихрист и лжепророк. Еще никто не попал в это место вечного мучения, они первые туда пробьют дорогу. Сатана же будет скован Господом на тысячу лет и помещен в какую-то определенную Божью тюрьму. И у пророка Захарии Господь говорил, вместе с сатаной я уберу всякого нечистого духа с земли. То есть у сатаны, что есть еще много бесов, это мы должны понимать, что Бог Он вездесущий. Бог одновременно везде присутствует. Но это качество только одного Бога. Сатана не может быть в одно время во всех местах. Сатана не вездесущий. Сатана может со скоростью молнии передвигаться, но в каждый отдельный момент времени он только находится в одном месте. В одном месте. И то, когда Сатана действует одновременно во многих странах, во многих местах земли, это он действует через своих слуг, через демонов. И демоны есть разные, разного ранга, есть генералы, офицеры, есть небольшие начальники, есть просто рядовые бесы, демоны. И вот Сатана через них искушает фактически всех людей. И вот он создает такой эффект своего везде присутствия через то, что у него есть столько много слуг, столько много бесов, демонов. И вот они везде исполняют эту волю Сатану, подходя к тем или другим людям. Фактически каждый раз, когда нас искушает грех, мы искушаемся нечистым духом. Вот то, что было записано для нас, вот эта самая первая история искушения Ева и Адама. Оно повторяется постоянно. Всегда, когда согрешает человек, неверующий или верующий, в момент согрешения всегда стоит дьявол, но только не всегда сам Сатана, часто его вот эти слуги, нечистые духи. Так вот, вместе с Сатаной нечистые духи будут убраны с земли и помещены в какую-то Божью тюрьму. И вот в этот момент для земли начнется особенный период, тысячелетнее царство. Это будет нечто необычное, друзья. Здесь на земле история мира. Здесь я хочу отметить следующее. Здесь а вот у меня здесь по-моему есть отмечено. Да. Смотрите, вот здесь вот эта линия времени. коротенький такой отрезок. Вот здесь первое. Две тысячи лет от сотворения от того, как после того, как мир был сотворен до потопа. Приблизительно две тысячи лет. От потопа до Христа тоже две тысячи лет. От Христа первого пришествия до второго пришествия тоже две тысячи лет. А помните что пишет апостол Петр? У Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. То есть что получается? От сотворения мира до потопа две тысячи лет это два дня. Божьих. От потопа от потопа до Христа до Христа две тысячи лет Божьих два дня. От первого пришествия Христа до второго две тысячи лет Божьих два дня. Всего получается шесть дней. Шесть дней рабочих мировой истории. И нас ожидает седьмая тысяча лет это Божий Шаббат. Божья суббота на земле. Друзья мои, это вообще поразительно. Будет на земле тысячелетнее царство, прошу общую схему, будет на земле тысячелетнее царство, это будет на земле Шаббат. Без сатаны и без нечистых духов. О, это будет удивительное время. Об этом очень особенно много пишет пророк Исаия. Ему Духом Святым было открыто об этом. Он в частности пишет такие известные моменты, когда он пишет о том, что хищники, они перестанут быть хищниками. Все хищники, и львы, и тигры, и волки, и крокодилы, все станут травоядными. Лев будет кушать траву и солом. Друзья мои, более того, комары не будут кусаться, людей не будут кусать. Вообще даже и нацекомые перестанут быть хищниками. Будет такой мир вообще на земле, что ребенок, написано, будет спокойно играться со змеей. И скорпиона будет гладить и на своей руке просто вот так вот рассматривать. И он его никогда ни разу не укусит в эту тысячу лет. Вы представляете, какой будет мир на земле? Люди, все животные, они перейдут, как было сотворено от начала, на растительную пищу. А если мы помним, помним, бытие, первая глава, то тогда от начала от сотворения Бог всему животному миру дал траву для пропитания. А человеку дал злаки и плоды деревьев. И вот тысячелетнее царство вот к этому вернется. Люди, мы все, кто останутся на тысячелетнее царство, тысячу лет будут вегетарианцем. Вернутся к тому первому проекту, как Бог сотворил наш мир. Вот это Божья суббота. В плане таком человеческого общежития написано люди истребят все оружие на земле. Буквально все оружие. Перекуют мечи на оравах. Вот такое выражение. Оно такое смысловое, аллегорическое. Но это значит, что все военную технику, все, что относится к войне, к убийству, к разрушению, все это будет превращено такими или одним или другим образом. Все будет переобращено просто в орудие труда. Люди перестанут учиться воевать. Не будет больше ни войн, не будет ни армий, не будет ни военачальников, не будет ни военных расходов, не будет ни военных учений, оружия не будет. Тысячу лет на земле будет сплошной мир. Мир, которого с момента грехопадения не было на земле. Здесь тысячу лет будет такой особенный мир, потому что сатана и все демоны будут скованы. Здесь на земле в эту тысячу лет будет на земле одна религия. Не будет разных религий. Не будет индуизма, не будет буддизма, не будет мусульманства, не будет разных языческих религий, будет одна религия Библии. Так как мы ее сегодня имеем, и как нам Духом Святым открыто, и как мы верим, будет иудейско-христианская религия Библии. Во главе поклонения будет Иерусалим, Иерусалимский храм. Все народы должны будут приходить в Иерусалим один раз в год на поклонение Господу. Другими словами, от всех народов земли, от всех государств должна быть один раз в год официальная делегация Господу Иерусалима. И они от своего народа, от своей страны должны будут совершить поклонение Господу. И если какой-то народ, какая-то страна отнесутся легкомысленно, и как-то типа забудут, не разберутся, кто же из нас пойдет, и не совершат этого официального поклонения, после этого сразу в их стране наступает засух. Нет дождя, нечего кушать. Ну, конечно, они спасутся, другие им помогут, но это и будет сразу знаком свыше. Господь наблюдает, Господь все замечает, и Господу нужно поклоняться. В этот момент на горе Сионе, там, где будет стоять храм Иерусалимский, постоянно будет присутствие Господа. Но об этом написано, что Иисус Христос будет править землей. Да, будет Иисус Христос, но не так, как первое пришествие. Мы не должны думать так, что Он типа придет, и будет так вот реально ходить, там присутствовать, заседания проводить правительство. Нет, не так. Это будет так, как было во дни исхода из Египта. Помните, Божье присутствие в чем было? В столбе облачном днем и в столбе огненном. И об этом пишет пророк Исаия, что над горою Божьей в то время будет постоянный яркий свет свечей. То есть это будет столб огненный. И на многие десятки километров, даже сотни километров подходящим к Иерусаливу уже будет видно сильнейший свет, который стоит над горой Сионом, над храмом. И всегда над храмом будет тысячу лет постоянный день. Днем же там будет этот столб огненный, он будет превращаться в столб облачный. И когда Бог захочет что-то особенное говорить, то будет точно, как и тогда было. Столб облачный как бы спускается на Дом Божий. И священники знают, Господь пришел, спустился, чтобы что-то сказать, иметь диалог. И тогда в то время обычно этим занимался Моисей. Он тогда шел туда, прямо в этот мрак, спустившееся облако в присутствие Божие. И приходя в облако, он разговаривал с Господом. И в этом облаке находясь, фактически никого не видя своими глазами, но он явно слышал голос Божий. Он со своей стороны говорил Господу, вопросы задавал, просьбы излагал, и разговор вел какой-то, и Господь ему чисто, конкретно из этого облака отвечал. После того, как разговор заканчивался, облако поднималось и становилось снова столбом. А Моисей шел и передавал народу то, что ему сказал Господь. Вот нечто подобное будет тысячу лет над Иерусалимом, центром поклонения для всего мира. В этот момент евреи, они будут являться, исполнять свою функцию народа Божьего на земле. Весь народ Божий будут царями и священниками Господа. Ну это приблизительно духовно то же самое, что сегодня церковь должна являть такую благодать, которую мы имеем. Ведь церковь Иисуса Христа сегодня на земле царей и священниками. Конечно, есть из церкви, кого Бог особенно призвал к служению, пастырями поставил, как написано Дух Святой, апостолами, евангелистами, учителями духовными и так дальше. Есть же те, которые все другие верующие имеют свое призвание перед Господом. Так и будет в то время. Будут те, которые служат Господу, как особенно предстоящие священники, учителя народа, будет весь остальной народ израильский. Все евреи, основное их задание будет и в Верусалиме и по всему миру. Те, которые будут жить там в земле обетованной, там вот именно в Иерусалиме или Идеи, то они будут принимать паломников. Паломников будет такое множество эту тысячу лет и постоянно умножающее множество, потому что за эту тысячу лет будет умножаться количество людей на земле. Представьте себе, будет на земле благословение, фактически болезни будут побеждены многие, продолжительность жизни увеличится и продолжительность жизни будет сотни лет у людей вот в это тысячелетнее царство. То, о чем сегодня мечтают ученые, медики и говорят к этому надо достичь вот в это время в тысячелетнее царство достигнут, Бог даст. Тогда написанного пророка Исаии все же грех будет присутствовать на земле, потому что все же природа наша человеческая грешна. Но грех такой будет вялый-вялый, пассивный такой, ну можно сказать такой не агрессивный совершенно, но будет. И будут такие случаи, что некоторые люди будут в своей натуре настолько грешны, что написано они получат от Господа проклятие за то, что они вот так избирают грех. И написано если вот такой человек греш получит проклятие, его жизнь сократится до ста лет. Представьте себе, вот это проклятие, жизнь сократится до ста лет. А сколько же будет благословенная жизнь? Сколько сотен лет? Ну просто написано как дни дерева. Я думаю, что это жизнь, которая будет приближаться к 300, 400, 500 лет. Потому что вообще-то на земле есть деревья, которые тысячи лет растут, но по крайней мере сотни лет это будет точно. Так вот евреи, количество людей очень умножится на земле. Из-за хороших условий жизни, из-за той экологической чистоты, которую Бог сделает после всего этого, Он почистит землю во время великой скорби. Условия будут, знаете, везде стопроцентная экология, греха не будет, последствий греха не будет, грешники, которые будут такие вот, они сразу будут наказываемы Господом и народом, и вы знаете, будет такой удивительный мир, количество населения будет возрастать небывалыми темпами. И вот народ Божий израильский должен будет все народы земли учить познанию Господа, учить Библии Слово Божие, учить, как правильно поклоняться Господу, учить, как правильно вести себя в разных ситуациях, учить, как так, чтобы в твоей жизни всегда было угождение Господу, ты ходил пред Господом и Господь был доволен. На народе израильском будет вот эта задача. Это первая задача народа израильского на тысячу лет на земле. Евреи будут жить, конечно, в основном в Израиле и в том числе в Иерусалиме, но евреи будут жить по всей земле. Даже когда мы читаем у пророков, мы видим и в откровении, что не все евреи со всего мира переедут в Израиль до этого момента. многие останутся. И не произойдет полного переселения в Израиль со всех народов. И Господу это надо, чтобы евреи, которые остались в разных народах, они тоже там пребывали, и как уже народ Божий этого времени, они там учили познание Господа, каждый в своей земле, где живет. Кроме этого, эту тысячу лет будет единая в мире экономика, глобальная экономика. И этой экономикой будут править евреи. Но они будут править не так, как сегодня. Сегодня евреи, Бог им тоже уже отдает всю экономику мира в их руки. Но многие из богатых евреев чрезвычайно жадные. И они только думают, как богатеть, как деньги собирать, золото собирать, драгоценные камни собирать, еще больше безмерно богатеть всех, обирать и так дальше. И они не думают о своем предназначении. Бог же дает богатство. Не для того, чтобы я сказал богаче, 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 миллионером, миллиардером и так дальше. А Господь дает богатство богатых, чтобы они этим богатством служили и всем остальным. Правильно распределяли, правильно его применяли для общего счастья, благополучия всех людей. Помните, как Иов написано, угодивший богу, богатый человек? как он говорит, не было ни одного человека бедного, который бы ко мне пришел, и чтобы он не получил все необходимое возмездие на свою нужду. Он от меня каждый уходил, а благодетельственный по полной программе получал все, что нужно. Вот в то время евреи и так будут, как подобно Иову, владеть богатствами всего мира. Они будут ими владеть, но они будут очень справедливо перед Господом распоряжаться этими богатствами для благословения всех людей на земле, а не просто, чтобы всех обобрать. Вот это будет удивительное время. В это время будет глобальное мировое правительство. Я не знаю, какая она форма будет, но я так подозреваю, не имея такого прямого откровения, но думаю, что это будет что-то похожее на организацию объединенных наций. Но это будет не сегодняшняя организация объединенных наций, не буду ее критиковать и трогать, но, друзья мои, там будет истинное объединение наций. Но в этом объединении всех наций в то время будет главою Израиля, потому что на них будет пребывать особенное Божье благословение, и все народы это признают. На эту тысячу лет Израиль будет во главе всех народов и в религиозном плане, и в политическом плане, и в экономическом плане. На эту тысячу лет Израиль будет во главе всех народов. На земле будет удивительная жизнь. В это время, после того, как все на земле, вот это, что сегодня люди построили, такого извращенного, греховного перед Богом. Бог вот эту цивилизацию, которая в 17-18 главе Откровения называется сегодняшняя цивилизация, называется современным Вавилоном перед Господом. И вот этот Вавилон, эта сегодняшняя цивилизация, он будет истреблен Господом при конце великой скорби. И здесь начнется строиться совсем другой мир. И знаете, Господь все, когда Бог уничтожит эту цивилизацию, которая сейчас, достижения науки, достижения разума человеческих хорошие, во благо, они останутся. И вот, когда начнется тысячелетнее царство, люди начнут не быть мудрыми во зло, а только мудрыми на добро. Мудрыми не для того, чтобы создать оружие уничтожения, а мудрыми для того, чтобы создать благополучие всякое, удобство для жизни. Мудрыми не для того, чтобы деньги заработать и отравить все вокруг. Главное, что я деньги заработал. А мудрыми как так зарабатывать, чтобы при этом все не повредить природе, чтобы при этом все не нарушить экологический баланс этого мира, который Бог создал. Вы знаете, люди начнут творить, пользоваться всеми достижениями науки, но только на благо, только в мирных целях и только на добро. Вы знаете, мир начнет так преображаться, когда все усилия, вся мудрость человеческая, все способности, что Бог дал всем людям, когда все это начнет работать на добро. Вы знаете, Господь в эту вот седьмую субботу в тысячелетнее царство, Господь людям покажет, что бы могло, какая бы у вас могла быть жизнь на земле, если бы вы сначала бы меня слушались, если бы вы исполняли заповеди Божьи, если бы вы ходили моими путями, как бы мы могли жить шесть тысяч лет перед этим. Вот вы узнаете в эту тысячу лет. Это будет такой расцвет человеческой цивилизации, которая все будет во благо и на добро. Но вы знаете, хоть я это и понимаю, но я туда не хочу. Я хочу быть вознесенным вместе с Церковью и в это время уже делить новое небо и новую землю. Что мне до тысячелетнего царства? Это для тех, которые туда не попали, в число Церкви, в число детей Божьих. Вот тем такой, как бы, кто прошел через Великую скорбь и все же остался, это такой утешительный бонус здесь на земле эту тысячу лет. Перед началом тысячелетнего царства происходит еще одно событие. Написано это Откровение 20 глава. Произойдет воскрешение всех тех, которые не приняли на чертах. И это воскресение называется первым воскресением. Я вот не понимаю, почему первое. Потому что все же как бы первое это вот здесь, когда восхищение Церкви, когда воскреснут все вот мудрые, которые умерли предыдущие века, тысячелетия, они воскреснут и будут вознесены навстречу с Господом. Но вот это воскресение, это воскресение вознесения Церкви. А вот это воскресение называется первым воскресением. Там так и конкретно написано. Воскреснут те, которые не приняли на чертах ни на руку свою, ни на лоб свой. И вот они будучи убиты мученически, они воскреснут и будут царствовать со Христом тысячи лет на земле. Я не знаю, как это произойдет буквально, я просто как и вы читаю эти слова Библии и стараюсь их понять. Они воскреснут и будут снова как люди жить в человеческих телах, жить полноценную человеческую жизнь, находиться здесь на земле среди людей тысячи лет. Возможно. Возможно. Что Господь не может сделать? Он все может сделать, что Он может, что Он только захочет. Или же они будут как-то воскресшими, ну как-то в каком-то состоянии таком необычном пребывать, контактировать с живущими на земле. Не знаю. Не знаю. Но в Библии много об этом не говорится, но написано так, что они будут их жизнь, они здесь воскреснут, они на суд не приходят уже, суда над ними нет, они, так как они пошли на мученическую смерть, и тысячу лет они будут связаны с царствованием Божьим здесь на земле в тысячелетнее царство. Ну вот основные вот такие вот моменты, характеристики этого тысячелетнего царства. Господь даст людям вот это свидетельство, земля переживет свою субботу, седьмой день, седьмое тысячелетие, и после этого, когда закончится седьмое тысячелетие, Господь выпускает из тюрьмы сатану. Другими словами, вот люди, когда сатана был скоба, когда сатаны не было на земле, такая хорошая жизнь, такие все верующие, такие все правильные, такие все хорошо друг другу относятся, такие все в Иерусалим приходят на поклонение, все Библию читают и так дальше, все такие верующие. Ну ладно, а если сатану выпустить, какими вы верующими останетесь? И вот Господь испытает людей, и выпускает сатану с его воинством, с нечистыми духами, и когда он выходит, он сразу, как голодный зверь, бросается на работу, и он начинает обобщать живущих на земле. И обобщение у него до примитивизма простое. Люди, он будет говорить всем нациям, всем народностям, вы че, вам и евреи правили тысячу лет, вы тысячу лет ходили вирусами на поклонение, они всеми деньгами управляли, они политикой в силу управляли, а где национальное самосознание, а где ваши национальные ценности, национальные корни, вы че, все забыли? Хорош, сбрасывайте это иго, евреев тысячелетние, сбрасывайте их, надо восстать против них, надо с ними покончить. И вы знаете, люди поведутся довольно скоро. И он поднимет эту волну возмущения по всему миру, среди всех народов. И Слово Божие говорит очень кратко, как в телеграме, говорит, что все народы мира в результате поднимется на войну с Израилем. И когда Господь вот так испытает людей и покажет вам, что вы хорошие, не потому, что вы хорошие, а потому, что я сатану от вас убрал. А вам только лишь допусти, чтобы он вас опять искушал, испытывал, вы тот час вернетесь на свои старые дороги. И после того, как Господь испытал, Господь дальше уже не терпит. Как только они собрались и организовались снова на войну против Израиля, Господь сходит с неба и ложит конец нашему миру, нашей временной земле. Этот мир изначально он был сотворен Богом временно. Он не был рассчитан существовать вечно. Обновление земли, оно произойдет вот здесь во время великой скорби перед тысячелетним царством. И когда свидетели Иеговы или мормоны или некоторые из христианских даже динаминаций говорят, что ну здесь на земле будет царство Божие, что произойдет обновление земли, то они просто не понимают, что вот это все обновление земли, оно касается обновления перед тысячелетним царством. И кто думает жить на земле обновленной тысячелетнее царство, тот сам себя отлучает от восхищения церкви. Он сразу уже направлен сюда, мимо воскресения и восхищения. Поэтому будет обновление, но она будет для того, чтобы осуществилось тысячелетнее царство. Земля обновится и будет очень счастливая жизнь на земле. Но лучше быть в это время уже восхищенным и вступать в наследство новым небом и новой землей. Здесь же когда наступит конец, как сатана будет выпущен, соблазнит всех живущих на земле, тогда Господь сходит с неба и ложит конец этому миру. И написано вот здесь уже апостол Петр, что пишет в своем втором послании, в третьей главе, он говорит, и тогда небо свернется как свиток, это так интересно, как это бесконечное космическое пространство с галактиками, а Господь как-то вот раз и свернет, и свернет, и оно просто исчезнет. И все эти силы, энергии, которые существуют в этом мире, они разгоревшиеся, растают и разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. И вот в этот момент происходит воскресение мертвых, второе воскресение, и все мертвые воскрешают. И все становятся пред Божьим престолом, перед престолом суда. В это время Церковь Божья, дети Божьи вместе со Христом спускаются и судят мир. Об этом пишет апостол Павел, первое послание Коринфянам, мы читаем, он говорит следующее, шестая глава. Говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы даже будем судить ангелов в этот последний день перед Великим Белым Престолом? Это, наверное, будет похоже, как сегодня в Америке часто практикуется. Бывает суд, когда есть судья и есть притяжные заседатели. И вот притяжные заседатели, они вместе с судьей заслушивают дело, потом удаляются в комнату и принимают решение. Приходят и судье говорят, какое они решение. Обычно судья и такое решение принимает, как приняли присяжные заседатели. Так вот, святые вместе со Христом будут судить мир. Наверное, мы будем как-то вот так на положении этих присяжных заседателей у нашего Господа. И работе, конечно, здесь будет много. Потому что, как написано, воскреснут все мертвые из тех мест, где они находились. И все люди, все люди предстанут перед Божьим престолом. И открыты будут книги, и будут книги у каждого человека, личное дело, личная книга, в которой будут записаны все дела, все слова, все поступки, все мысли, все побуждения, вся мотивация, все тайное, явное будет открыто каждого человека. И там будет производиться суд. Будет открыта книга жизни, в которой будут записываться имена тех, которые в конце концов по итогам будут определены к спасению. Этот же момент Иисус Христос обрисовал в третьей истории, в 25 главе книги Матфея. И помните, Он рассказал, в тот момент явится Сын человеческий с тьмами святых ангелов, и соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставят одних по правую сторону, а других по левым, и скажут тем, которые по правую сторону, войдите благословенные, унаследуйте царство, готованное вам, то есть людям, спасенным людям от создания мира, ибо алкал я, ведь дали мне есть, жажду, лопоили, был нагим, одели, был болен, темницы, посетили меня. И тут эти все люди говорят искренне, честно, перед Божьим престолом никто не будет рисоваться, это мы сейчас рисуемся, даже сами перед собой, себя оправдываем, а там каждый будет понимать честно, и они говорят, Господи, да где ж мы видели тебя, да мы ж тебе извини, прости, не служили, а он говорит, да, но то, что вы сделали одному из меньшихся, то вы сделали мне, я засчитаю вам всякое доброе дело, я засчитаю, как сделанное лично мне, и дальше он говорит, другим поворачивается и говорит, а вы, проклятые, идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо алкоген не дали мне есть, жаждал не напоили, был странником, не приняли, в темнице в больнице не посетили, а они говорят, в отчаянии, Господи, да где ж вы тебя видели, ты бы явился нам, открылся, показался, мы бы тебе сразу поверили, а он говорит, нет, я от вас не требую этого, потому что я действительно не являлся, вот такой мой был план, не показываться воочию, но у вас были ближние в нуждах, и вы прошли мимо этого, и то, что вы не сделали своим ближним, вы не сделали мне, и написано вот после этого, одни пойдут в жизнь вечную, а вторые пойдут в муку вечную, вот этот суд, где разделяется на овец и козлов, на правую, левую сторону, это не цель, верующие на этот суд не приходят, Христос говорит, верующие в меня на суд не приходят, это не про верующие, на этом суде верующие придут только как судящие, вместе со Христом этот мир, это не про верующие, это про все, весь остальной мир, всех остальных людей, которые воскреснут во второе воскресенье, вы знаете с чему я удивляюсь? Я удивляюсь милости Божьей, вот которая действительно говорит, помышляю, как не отвергнуть и отвержен, живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, вы знаете, Господь не стоит такой, как знаете, такой строгий, придирчивый судья, который ищет, ну за что вас оштрафовать, за что вас в тюрьму посадить, за что вас погубить, Бог смотрит над всем миром, как любящий отец, который видит даже испорченных, но думает, если не так спасти, то как по-другому можно вас спасти и помиловать, если не так, то еще как можно вас помиловать, вот здесь смотрите, что мы видим по итогам, вот я представляю это как три, неких три сита спасения, можно так представить это образ, первое сито спасения, это спасение в церковь Божию, это чтобы стать детем Божьим, не просто спасенным от вечной погибели, от озера Огненного, а чтобы в спасении еще и получить качество, статус, позицию детяти Божьего, сына Божьего, и бы стать одним из наследников вечной жизни нового неба и новой земли, вот это первое сито, самая крупная, самая крупная ячейка, на котором происходит отбор самых лучших плодов, первенцев от всей земли, для Господа, но когда Господь отбирает этих первенцев, многие люди проваливаются сквозь эту большую решетку этого сита, и многие оказываются неспасенными, то Господь ставит второе сито, оно более мелкое, это вот эти вот неразумные, неразумные, они не стали детьми Божьими, не вошли в восхищение церкви, но Господь им дает шанс спасения, если не примите начертания от Отдей Христа, пойдете нам ученическую смерть, будете спасенными, но не в церковь Божьей, они будут спасенными, спасенными на всю вечную жизнь, но не детьми Божьими, не наследниками, никакого наследства им не принадлежит вечной жизни, они будут, ну может быть, какими-то рабочими важными, какими-то там исполнителями Божьих указаний, будут тоже радоваться, но владеть ничем не будут вечной жизнью, но не все и мудрые оказались, множество людей через второе сито, падают, падают, как вот это прах земной, и Господь строит третье сито, это суд перед великим белым престолом, и вот здесь на этом сите Бог людей будет смотреть просто по добрым делам, если человек сделал доброе дело, то даже как говорит Христос, если кто чашу холодной воды, вам даст во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды свои, но только добрые дела Бог будет определять по своим критериям, не по нашим, знаете, мы какие-то бываем такие добрые, как Христос говорит, если вы добро делаете, делающим вам добро, какая вам зато награда, ибо грешники делают добро, делающим им добро, если вы любите любящих вас, которыми у вас хорошее отношение, вы хорошо понимаетесь, какая вам зато награда, и мои грешники любящих их любят, если вы взаймы даете человеку, и при этом рассчитываете, что он вам отдаст, то, что вы ему даете взаймы, и даже вы ему переспрашиваете, ну ты мне отдашь, ну ты мне отдашь, ты гарантируешь, мне отдашь, я могу тебе поверить, что ты мне отдашь, то тебе за это награды никакой нет, потому что это не считается добрым делом, когда ты я отдаю, и при этом ожидаю, что мне обязательно отдастся, так Христос говорит, не я говорю, друзья мои, да, еще как бы, с процентами хотят, еще даже, а про это вообще не доброе дело, это бизнес свой личный, тут нечего говорить, друзья мои, Господь будет добрые дела проверять по своей категории, и знаете, когда посмотришь по Божьей категории, хок, наши дела добрые сразу половинятся, и хорошо, если вообще от 100% 10% останется, а у кого-то даже и 1%, потому что по Божьему все это не доброе, а все это такое взаимовыгодное сотрудничество, ты мне хорошо делаешь, и я тебе хорошо, и ты со мной хорошо, и я с тобой хорошо, это не то, это не доброе дело, друзья мои, но это не грешно, но это не засчитывается, как и доброе дело, поэтому Господь будет проверять по своим критериям, поэтому даже пройти через третье сито, с одной стороны будет непросто, но с другой стороны, конечно, конечно, многие спасутся, я как-то, когда нас Бог позвал на миссионерское служение, и в 89-м году, мы стали проповедовать в Сибири, там, в глубинке России, в таких местах, где я просто был в шоке, я что родился в Бресте, западная Беларусь, Украина, там верующих так порядком даже было в советское время, а когда мы приехали туда, то люди, когда слышали от нас Иисус Христос слова, и первые пробовали, нам молодые люди приставали, покажите фотографии, они еще никак не могли понять, что мы говорим не о какой-то там эстрадной звезде, какая-то поп-звезда, для них понятие было, что это такой хороший, какой-то известный человек на Западе, которого они еще не знают в Советском Союзе, пока на им стало доходить, что такое Иисус Христос, что это Бог, это вообще не человек, это совсем другое, вы знаете, такая была тьма, но Господь стал открываться, Духом Святым удивительно, и знаете, вот я помню, как-то у меня была встреча, беседа с одной женщиной, которая обратилась к Господу, сколько-то время прошло, годик-полтора, и я уже видел, был в их новой церкви, это новообразованное, несколько раз, уже с ними был знаком, посещая их, и вот как-то она после одного собрания так беседовали, мы о Божьих делах, приятная беседа, и тут она вдруг так печалью покрылась ее лицо, и она говорит, брат, у меня такое вот чувство, бывает, я радуюсь спасению, я очень благодарна Господу, но я вспоминаю свою маму, она не дожила буквально годик-два до того, как приехали и проповедовали, она жила вот в этой советской России, в этой глубинке, где не было никогда ни церкви, ни проповеди о Господе, ни Библии, она была таким хорошим человеком, таким добрым человеком, она всегда людям делала добро, свое отдавала и все, и что? И вот она умерла, не услышавшая о Христе, и что она, вот пойдет в это место мучения, а я в жизнь вечную, и что для нее никакого шанса? Вы знаете, я тогда не понимал, я так, знаете, такой наученный по-своему, по-ортодоксальному, так мужественно я ей сказал, ну, извините, в Библии нет шанса ей, ну, в моем понимании, в Библии ей не было шанса. Вы знаете, я так ей сказал, правда, так аккуратно сказал, но мужественно, истину провозгласил. А потом, ну, конечно, мы перешли на другой разговор, она так приняла это, согласилась, а потом Господь стал со мной разговаривать, когда я пошел домой, и Господь мне говорит, а ты что, все знаешь? А ты уверен на сто процентов? И вы знаете, я тут первый раз понял, что я не знаю. Я после этого стал избегать ответа на этот вопрос. Как-то увиливать, как-то так, Господь усмотрит, Господь знает, и все. Но я не могу объяснить. И только лишь, когда Господь мне вот это открыл, что у Господа есть разное спасение. Есть спасение в церковь, есть спасение для неразумных, но есть спасение еще перед великим белым престолом. Там все же люди, которые не слышали о Господе, они же пристанут. И как Павел говорит, вторая глава римлянам, будут судиться в соответствии с делами своими. И Господь им мерит свою смерть за их грехи, потому что Он уже пострадал за грехи всего мира. А если они со своей стороны поступали по совести, хоть они и жили в такое время, не могли слышать Евангелие, то Господь их спасет. Только когда Господь мне это открыл, то я сегодня спокойно говорю, не переживайте за ваших родственников, которые не слышали о Господе. Потому что если они жили по совести, то они будут спасены перед Божьим судом. Потому что Господь увидит доброту, Господь оценит доброту, и Господь добрых людей здесь спасен. И будут они в числе спасены. Ну только они будут в числе детей Божьих, но будут спасены. Вы знаете, я вот удивляюсь этой милости и благодати Божьей. Он не только выбрал самых достойных, самых верных, а всех остальных ненужными плохими. А Господь дает еще шанс, и еще шанс дает такой добрый наш с вами Господь. Я радуюсь этой милости Божьей. Кстати, именно об этом Христос говорит три последние притчи в 13 главе Матфея, когда притча о Царстве Небесном. И помните, там первая притча из последних трех говорит, Царство Небесное подобно человеку, который обузнал, что на поле есть сокровище. И чтобы приобрести это сокровище, он идет, продает все, что имеет, приобретает это поле, а вместе с ними сокровище. Вот это спасение по вере на сегодняшний день. Мы должны поверить. Нам неизвестно это сокровище. Мы не знаем, что там вечную жизнь на самом деле, да? Не видел того глаз, не слышал уха. Но мы верим. И ради этой веры мы отрекаемся от себя. Мы умираем для себя, а для своих понятий верою принимаем Иисуса. Берем его жизнь в Иисусе, поле это. И мы приобретаем вместе с этим сокровище, новое небо и новая земля. Спасение по вере. И сразу идет вторая притча. Купец, ищущий хороших жемчужек. Вроде бы похожая притча. Но здесь какая разница? Этот купец знает, что ему надо. В первом случае человек не знает, что за сокровище. А здесь уже знает, чего он ищет. Он ищет жемчужину. И при том небольшое сокровище, а одну жемчужину. Мне надо найти одну жемчужину. Вот это неразумные, которые, решившись войти вместе с мудрыми и наследовать сокровище небесного царства, они, эти неразумные, думают об одном. Как бы спастились? Вот эта жемчужина, это просто спасение вечной жизни. И им надо тоже продать все, что имеешь. В данном случае им надо будет даже пойти на мученическую смерть. Ничем на земле не дорожить. Вплоть до смерти своей, до своей жизни не дорожить. И вот тогда ты приобретаешь эту жемчужину. Вечную жизнь. И последняя притча. Христос говорит, небо, который заброшен в море и вытянул всех рыб из этого моря. И на берегу сеяли и перебрали. Хорошие в сосуды, а плохое выбросили вон. И тут же Христос говорит, так будет при кончине века. Вот здесь, при самом конце. Изойдут ангелы, соберут всех людей, на суде они будут осуждены, и одни будут отправлены в Царство Небесное, все же в жизнь вечную, а другие выброшены вон. Вместо вечного мучения. То есть вот эти три последних притчи, они как раз и говорят об этих вот трех уровнях спасения. Да, друзья мои, вот такой вот короткий обзор второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, я бы при всем этом, понимая всю эту общую картину, нам бы верующим, я бы только сказал одно. Концентрируйтесь на главном. Концентрируйтесь на том, чтобы быть в числе готовых. Знаете, моя жена, она как-то, у нее таких даров нету, проповедей к чему-то. И она не старается воображать и делать из себя богослова и проповедника. Она так мне прямо говорит, Сергей, я уже слушала вот твою лекцию о втором пришествии, наверное, раз в пять. Как ты вот преподавал там на домашних группах в нашей церкви, там еще, еще. Говорит, я все слушал, а говорит, я что-то ничего не могу понять. Так просто, искренне говорю. Ничего не могу понять. Я никому, даже близко не могу пересказать. Но потом мне говорит, но я знаю одно. Мне нужно быть готовым. И если я буду готовым, я наследую самое лучшее. Я говорю, ты абсолютно права. Ты можешь и ничего не знать из этой картины второго пришествия, но если ты будешь готовой, то тогда будешь в числе мудрых. Тогда пойдешь в восхищение церкви. Тогда Господь оценит твой труд и твое служение и жертвенность. И все равно даст тебе вечное наследство. И ты будешь ликовать во веки веков и обладать, и все. Поэтому самое главное, это быть просто готовым. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы все, что мы говорили с вами, оно побудило нас в готовности. И я буду совсем не удовлетворен, если просто кто-то возьмет себе в голову новое знание, а дальше будет жить так, что фактически не будет ожидать пришествия Господа. Будет здесь на земле жить, и мозгами, и сердцем, и всем укорененным в этой земле. То толку из того, что вы все это услышали. Я считаю, что это напрасно, я потратил время, вам говорю. Но если вы возьмете после этого серьезно ваше сердце, и вы начнете вести так жизнь, чтобы действительно готовиться вот к этому всему, и к тому, чтобы оказаться в самом лучшем первом уровне, ну тогда я не зря говорил эти проповеди, вел эти беседы. Потому что именно для этого Бог нам и открывает эти познания. Ну вот, у меня все. Молимся. Молимся Господу.